Шалом дорогая община Благословен ты Господь, Бог наш, Царь Вселенная, избравший нас из народов мира и даровавший нам Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Значит, нынешняя недельная глава называется Титсаве. Буквально оно переводится Вели или Прикажи от слова Тсав Приказ, Митсва, Заповедь. Значит, это все однокоренные слова. И интересно, что в этой недельной главе рассказывается о некоторых элементах богослужения. В частности, говорится о том, что необходимо изготовить одежды для Аарона и его сыновей, которых Бог поставил священниками, Аарона первосвященникам. Также говорится о том, каким образом необходимо их очистить и уполномочить, то есть, скажем так, передать им бразды правления в этой сфере жизни Израиля. Значит, также в этой главе говорится о некоторых вещах, связанных непосредственно со служением священников. Очень интересно все это в преддверии праздника Пурим, в преддверии темы молитвы. Вот мы сегодня собрались молиться против антисемитизма. И я бы хотел, вот в контексте недельной главы, раскрыть все-таки некоторые моменты, связанные с антисемитизмом, с его причинами. Значит, момент первый. Значит, кто поставил священников? Господь, правильно? Значит, кто облег их определенной властью? Господь. В таком случае у меня вопрос, кто может сместить того, кто поставил и уполномочил Господь? Никто. Значит, мы знаем, что изначально у Бога был замысел еврейский народ сделать народом священников. Значит, но в силу определенных обстоятельств, к сожалению, этот замысел не достиг своей полноты. Спасибо. Значит, и лишь небольшая часть еврейского народа стала священниками. Но мы знаем, что в Новом Завете это желание Бога исполнилось. И апостол Петр, он говорит, вы, род избранный, царственное священство, или царство священников, правильнее. Значит, призванные в удел, призванные возвещать славу призвавшего вас в чудный свой свет. Значит, Ишоа также говорит, вы, соль этому миру, вы свет этой земле. В чем же состоит основная миссия, основное призвание, предназначение еврейского народа? В том, чтобы быть священниками для других народов. А функция священников в основном состояла в отношении народа и народов учить. Как Ишоа сказал, идите и научите все народы. Правильно? Значит, и вот еврейский народ, призванный священнодействовать, очень часто, к сожалению, желал стать, как другие народы. И когда я слышу о том, что нам надо молиться против антисемитизма, я понимаю, что это правильно. Но нужно понимать некоторые аспекты, связанные с этим. Значит, ведь в чем причина антисемитизма? Если мы рассмотрим праздники Пурим, праздник Ханука, это праздники, которые порождены, в принципе, еврейским народом. Это исторические праздники, не заповеданные Господом. И эти праздники, они выражают одну очень интересную идею. Я на днях читал одну статью, иудейскую статью, и там написана такая интересная вещь. Евреем можно считать того человека, которого антисемит называет евреем. Интересная идея, да? Знаете, даже в еврейской среде есть такая фраза, бьют не по паспорту, а по лицу. Вы все прекрасно понимаете, в чем суть этой фразы. То есть, действительно, евреем можно считать любого человека, которого антисемит называет евреем. Почему? Даже если это действительно по происхождению не еврей, но антисемит назовет кого-то евреем, это происходит по одной простой причине, что этот человек какое-то время был в достаточно близких, тесных взаимоотношениях с еврейским народом. Значит, и вот такое определение еврейства, оно, его можно считать правильным, но это лишь один из вариантов. Потому что это вариант, как говорится, от противного. Получается, что еврей признает свое еврейство и начинает выполнять свою функцию призвания предназначения и страха смерти, и страха перед антисемитами. Понимаете? Но, если мы внимательно исследуем историю еврейского народа, мы увидим, что угроза подобного рода, она возникала тогда, когда еврейский народ стремился стать таким, как другие народы. То есть, отказ от своего призвания, от своего предназначения, он ведет к тому, что среди других народов возникает по какой-то причине ненависть к священникам, к священникам еврейской национальности. Значит, с другой стороны, есть другой критерий, который определяет еврея, как еврея. Вот мы читаем в недельной главе, что Бог поставил Аарона и его сыновей священно действовать. И если мы проследим опять-таки историю еврейского народа и увидим такую интересную вещь, что когда цари, когда священники действительно всем своим сердцем прилеплялись к Господу, когда они старались ходить в заповедях, когда они исполняли постановление Торы, праздновали праздники Господни, которые Господь заповедал. Знаете, Писание говорит, что тот, кто боится Господа, Господь и врагов его примеряет с ним. Посмотрите царство Соломона, который изначально выбрал правильный путь, он занял правильную позицию перед Богом, и в его царствовании вообще не было никаких войн, никаких угроз для Израиля. Значит, во времена царя Давида, мы видим, войны были, но при всем при этом, тогда, когда Давид всем своим сердцем действительно был прилеплен к Господу, когда он искал его лица, искал его воли, перед ним ни один царь, ни одно царство устоять не могло. Скажите, пожалуйста, есть ли здесь место антисемитизму? То есть, понимаете, идея на самом деле очень проста. Если еврейский народ действительно восстановит внутри себя свое библейское еврейство, не то еврейство, которое очень часто культивируется в не лучших проявлениях, скажем так, а вот именно библейское еврейство, еврей, любящий Бога, ходящий в заповедях, провозглашающий Ишой, свои мессии, и всячески следующие его путям, научающиеся у него, имеющие близкие с ним отношения с Господом своим, с Богом, значит, действительно не будет вот этих вот врагов. Враги даже если будут, они будут бояться. Как написано, покоритесь Богу, противостаньте, дьявол убежит от вас. Если дьявол бежит от боящегося Господа, от покорившегося Господу, то как вы думаете, что будет с теми людьми, с теми народами, которые даже и попытаются, может быть, уничтожить Израиль? Вы знаете, Писание говорит, что в конечном итоге весь Израиль, он восстановится вот в том призвании, в том предназначении, которое Бог изначально определил, то есть призвание быть священниками для всех народов земли. Мы об этом знаем из пророчеств. И я знаю, что Бог однозначно исполнит это. Вопрос в том, в какой позиции мы останемся. Я просто знаю, что есть такое отношение к еврейскому народу, как да, мы любим Израиль, мы молимся, мы благословляем, значит, обвешиваются люди там и обклеивают разную еврейскую символику, звезды, вот Магена Давида, да, там. Ну, короче, свою жизнь наполняют внешней атрибутикой, но при всем при этом, когда ты начинаешь затрагивать более глубинные вопросы, в каких отношениях ты с евреями, которые тебя окружают, то мы видим равнодушие, даже в христианских кругах. Это очень печально. Давайте не будем забывать о том, что Бог поставил этот народ священниками, и Он не снимал с этого поста еврейский народ. Свет во тьме светит. Знаете, свет не пытается затушить что-то. Понимаете идею? Свет светит. И поэтому, когда мы говорим о том, что мы молимся против антисемитизма, нужно понимать, что мы в первую очередь молимся за правильное отношение нашего сердца к тому, что делает Бог, к тому, кого любит Бог. Если Бог любит еврейский народ, Он никогда не перестанет любить, потому что Он не человек. И если Бог любит кого-то, то мы, которым Он дал власть называться и быть детьми Божьими, мы также должны любить то, что любит Бог. Мы также должны делать то, что делает Бог. А Бог всячески старается спасти и восстановить свой народ. И в истории Израиля мы можем увидеть интересную параллель в том же Пуриме, в той же Ханаке, что когда народ еврейский разделяется на две части, обязательно происходит война. Это, как правило, война гражданская между этими двумя частями. В истории Ханаке это особенно ярко выражено. Евреи-эллинисты, которые предпочли забыть свое еврейство и стать, как все другие народы. И евреи, которые хотели сохранить свое еврейство, свое призвание, предназначение и исполнить миссию, возложенную Всевышним. И мы знаем, что это всегда очень неприятные времена. Мы знаем, что всегда есть пострадавшие в этой гражданской войне. И мы должны понимать, что, к сожалению, без жертв не обходится. Но я вам скажу, что, ну вот, с моей точки зрения, самое страшное проявление антисемитизма, это когда ты видишь, что еврей идет в ад, и ты при этом просто спокойно молчишь, ему ничего не говоришь. Может, где-то и молишься, но тебе боязно ему сказать обешу. Тебе страшно, что он изменит о тебе твое мнение. Тебе страшно, что он обидится на тебя. И поэтому ты лучше, чтобы не напрягать отношения, молчишь и молишься. А еврей идет в ад. Я считаю, что это самое страшное проявление антисемитизма, поэтому мы должны следить за своими сердцами, за своими словами, за своими делами. Значит, и еще интересные моменты, которые я хотел бы осветить в этой недельной главе. И, значит, вот до того, как я начал читать эту главу, я почему-то вот у меня было такое представление, что, ну вот, несколько моментов, связанных со священодействием на Эвскине и в храме, они, при всем при том, что я изучал когда-то эти вопросы, значит, они оказались неверными. И слава Богу за то, что у нас есть Тора, к которой мы можем всегда приходить, всегда ее изучать и всегда можем исправлять те недочеты в нашем сознании для того, чтобы иметь более четкий взгляд, более ясное представление. К примеру, момент такой. Я думал, что минора должна была гореть всегда, а из текста я прочитал, выяснил, что, оказывается, значит, минору зажигали вечером и тушили утром, делал это священник. И еще один очень важный, очень интересный момент. По идее, если я собираюсь вечером зажечь свечи, я вечером же их готовлю, да? Но что Тора говорит по поводу этого момента? Значит, это когда Господь говорит о жертвеннике золотом, который стоял во святом, где необходимо было производить воскурение. Вот Господь говорит, помести его предзавесую, которая предковчегом откровения, против крышки, которая над откровением, где я буду являться тебе. И будет курить на нем аарон, курением благовонным. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. То есть для того, чтобы зажечь вот этот светильник минору вечером, он готовил его с утра. То есть когда вечером он его затухал, он менял фитили, он менял масло и готовил все к тому, что, то есть, ну, по идее, представьте себе, вот рассвет. В свете нужды как таковом нету, да? Ну, так просто поразмышлять. Значит, но при всем при... и нет вроде никакой угрозы, ничего. Но вот он готовится загодя, ну, как бы не загодя, он утром готовит светильник, чтобы вечером только прийти и зажечь. Понимаете? И это указывает нам на такой момент, который должен присутствовать в каждом из нас. Ишуа неоднократно говорил, бодрствуйте и молитесь. Значит, мы должны постоянно следить за состоянием своего сердца, даже если вроде бы как нет никакой угрозы нашей жизни, никаких проблем, ничего такого. Мы должны быть готовы в тот момент, когда нам будет сказано сделать что-то, всегда это сделать. То есть мы должны быть готовы откликнуться на призыв Божий в любой момент и готовить себя к этому постоянно в течение всей своей жизни, даже если у нас в жизни все хорошо. И когда зажигает Аарон лампады в сумерки, он будет курить им, то есть вот этим вот жертвенникам. И получается, что некоторые процессы в скине и в храме, они были связаны друг с другом. То есть вот жертвоприношение, которое должно было проходить каждодневно утром и вечером, оно связано было с тем, что утром и вечером зажигали светильник и тушили. Оно было связано с тем, что в это же время, когда приносили жертвы, в это же время священник воскуривал благовоние на вот том маленьком жертвеннике. То есть вот как бы три таких параллельных процесса. То есть получается, что наша жизнь постоянно должна быть изо дня в день наполнена жертвенностью, молитвой, и вот наша жизнь, она действительно должна быть светом этому миру и солью этой земле. Постоянно, каждый день, и мы никогда не должны об этом забывать. А если мы об этом забываем, то происходят очень неприятные вещи. Значит, я просто, когда закончил читать эту недельную главу, не удержался и прочитал начало следующей главы. Ну, просто оно как бы так интересно соединилось. Вот помните, когда-то Давид, царь, он провел перепись населения. В результате чего на него возгорелся гнев Господи. Я вот все время никак не мог понять, почему это произошло. Что он сделал не так, что плохого в том, чтобы царь узнал, сколько у него подданных. А когда я прочитал начало следующей недельной главы, я все понял. И мне открылась еще одна вообще очень интересная вещь. Вот и сказал Господь Моше так. Когда будешь делать поголовные исчисления сынов Исраилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет мора среди них при исчислении их. И как бы вот еще одна фраза отсюда чуть дальше. И будет это для сынов Исраилевых в память пред Господом, для искупления душ ваших. Как-то раньше я вот когда размышлял об этом, ну, об этих вот полшекелях, я думал, что это необходимо было для строительства скини. А вот сейчас вот прочитав, я понял, а в принципе-то для скини, извините, принесли всего и более чем достаточно. Зачем эти полшекеля нужны были при пересчете душ? Значит, и Господь говорит для памяти Израилю во искуплении душ ваших. То есть, когда происходит перечисление народа, необходимо было просто собрать определенную пошлину для того, чтобы каждый человек помнил, что он Господень. Давид же этот момент не учел. И вот в силу того, что он не учел такого момента, погибло очень много народа. К сожалению, в жизни Давида есть еще один важный эпизод, который нам показывает, что плохо забывать Тору. Когда он хотел вернуть ковчег, ввести его в Иерусалим. Помните, первая попытка у него была весьма неудачная, даже погиб человек. Значит, а везли ковчег на колеснице, а не так, как Господь заповедал. На шестах руками. Опять же, видите, вот в жизни Давида получилось, ну, как минимум, две ситуации, когда он хотел хорошего, а получилось, как обычно. Причина одна. Либо забыл, либо не знал Тору. И поэтому я хочу сказать, вот насколько действительно важно, чтобы мы изучали Тору, которая постоянно, Писание и Брит Хадаша, то есть я имею в виду не только пяти книжек, я имею в виду вообще полностью вот всю Библию. Значит, для чего? Для того, чтобы мы помнили, кто мы такие. Для того, чтобы мы помнили, откуда мы и куда мы направляемся. Каковы наши цели по жизни, кто наш Господь, и для чего Он вообще обратил наше внимание на себя, и для чего Он обратил свое внимание на нас, чтобы вывести из той тьмы, в которой мы находились. Для чего Он вообще нас спас? Если мы не будем изучать Слово Божие, мы об этом забудем, поверьте. Наш мир настолько переполнен различной информацией, которая входит в наши уши, выходит из наших ушей, оставляя там свои грязные следы. И я вам скажу, что если мы не будем приходить к этому источнику, то рано или поздно мы настолько осквернимся, настолько загрязнимся, что забудем, кто мы. Тогда возникнет угроза нашего полного физического уничтожения. Продолжение следует...